Микс Ньюс Ученые бьют тревогу Неизвестно, как дело повернется, может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий В ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры Доброго всем дня, 12 часов и 12 минут Действительно, климат-контроль у нас за режиссерским пультом Евгений Копеин Меня зовут Гоша Теплов И как обычно, по пятницам мы пытаемся контролировать этот самый климат И делаем это со специалистом, с Константином Рангсом Это морской геолог и журналист, пишущий о науке Константин, добрый день, здрасте Добрый день О чем сегодня поговорим? Если в предыдущих передачах мы касались глобального потепления Количества углекислого газа, выхлопных газов И всего того, что нас окружает в атмосфере Но нужно было бы, наверное, вспомнить, что огромное количество не только углекислоты Но и всяческих других отравляющих веществ в атмосфере присутствует Благодаря войнам и всяческим другим бесхозяйственным или малохозяйственным предприятиям Которые до сих пор функционируют Вот, может быть, сегодня имело бы смысл поговорить о том Что кроме углекислого газа еще огромное количество других химикатов Находится в нашей атмосфере Что в этом смысле происходит, как с этим бороться и что с этим делать? Хотелось бы отметить, что вот эта неделя, завершающаяся Началась 7 числа с Международного дня борьбы за чистоту воздуха Это есть такой ООНовский памятный день И к этому дню обычно говорят о том, с чем мы вообще сталкиваемся Одна из больших проблем, с которой действительно сталкивается все человечество Это количество смертности, рост смертности, связанное с ухудшением качества воздуха Ведь известно, что все больше и больше людей перебираются жить в города А в городах, прямо скажем, воздух гораздо хуже, чем в сельской местности Константин, я вот тут почитал статистику Оказывается, в год умирает в результате загрязнения воздуха до 7, приблизительно 7 миллионов человек Эти цифры никак не соотносятся с этой пандемией, которая нас уже порядком нам поднадоела И что с этим делать? Пандемия к миллиону вроде бы А тут каждый год 7 миллионов 7 миллионов тут каждый год получается 7 миллионов, да, совершенно верно Около 7 миллионов в год, это уже точнее больше, чем 7 миллионов И это как раз вот эти преждевременные смерти То есть, когда понятно, что у человека развились заболевания, связанные с загрязнением окружающей среды Вообще, надо сказать, что если считать все вместе, и воздух, и загрязненную воду, и продукты питания То цифра переваливает 13 миллионов смертей в год Что составляет вот на 2017 год 23% от общей смертности на планете И вот что интересно, что ООНовские специалисты приводят такой явный такой факт, очень яркий Загрязнение среды приводит к преждевременной кончине в данный момент в 234 раза чаще, чем вооруженные конфликты То есть, условно говоря, не нужно ходить на войну Можно просто-напросто дышать загрязненным воздухом, пить плохую воду И еще, не дай бог, есть продукты питания, в которых непонятно, какие химические вещества добавлены Константин, ну вот скажите, ведь эта тенденция, она наверняка, ну не более 100 лет существует Потому что до развития технологического процесса, до развития фабрик Все-таки как-то климат был почищен наверняка И этот вопрос в какой-то момент остро стал существовать И, по-моему, даже в 1952 году, когда люди стали уже как-то задумываться Помните, даже шутка такая есть, в Лондоне смог, джентльмен, доброе утро, в Лондоне смог Да, сегодня утро доброе, смог Есть и такая шутка, и оказывается, умерло в какой-то момент за несколько дней аж несколько тысяч человек Если быть точнее, 12 тысяч в Лондоне скончалось за несколько дней 52-го года в декабре Вы правы, это очень интересно Но опять-таки, что хочу сказать В 52-м году все газеты мира шли, сообщали, как народ мрет от смога в Лондоне Ведь он был бы связан с угольным отоплением Печи топили углем И вот эти мельчайшие частицы угля, они были точкой конденсации То есть, собственно говоря, тут дело не в погоде, не в климате Лондона Но вот что интересно, 20 лет прошло, потребовалось для того, чтобы в 1972 году в Стокгольме прошла специальная конференция По проблеме защиты окружающей среды И когда все-таки решили, что нужно что-то делать с загрязнением воздуха А что нужно делать с загрязнением воздуха? И, насколько я понимаю, человеку нужно просто отказаться о своей деятельности для того, чтобы воздух стал чище Потому что все, что касается производства современного и тех же автомобилей экологически чистых Они требуют огромного ресурса энергетического И металл нужен, который тоже добывается благодаря тому, что идет переработка Все это загрязняет воздух И в результате приходит просто на ум вывод, что нужно человеку вернуться в какое-то первобытное свое состояние Отказаться от жизнедеятельности, от комфорта, в частности Потому что именно комфорт порождает все то, что мы называем цивилизацией современной И это за деньги, опять-таки, все ведь решают деньги в данном случае Вы знаете, тут очень интересно Как раз с отравлением, так скажем, бытовым Человечество столкнулось не с проблемой воздуха, а с проблемой воды Когда появились сделанные из свинца трубы Это древний Рим и посуда Свинец легко обрабатывается Сделать из него посуду несложно Сравнительно несложно и сделать трубы Так вот, сейчас уже становится ясно Что одна из причин упадка Римской империи Был как раз вот этот свинцовый комфорт Никто не задумывался, что свинец ядовит по сути своей? Конечно, конечно, это была потрясающая вещь, конечно И, кстати, опять же, есть подозрения Что, например, проблемы с русскими царями В середине 17 века Были связаны с тем, что в то время в Кремле Был построен очень современный по тем временам водопровод Который был сделан на основе свинцовых емкостей и свинцовых труб А вот Петр Алексеевич Который, как известно, жил на выселках За городом Он употреблял чистую воду Питался чистыми продуктами Ел с глиняных тарелок Поэтому, как мы помним, здоровьем Господь его не обидел То есть, просто-напросто он не отравился Например, его брат Интересный исторический факт Ну, это одна из версий таких, да Но есть другая уже современная статистика О том, что 80% смертей, вызванных загрязнением воздуха И в том числе воды И воды Связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями И 6% с онкологическими То есть, можно сказать, что Вот этот самый грязный городской воздух Он не обязательно на легкие действует Он действует в том числе И, точнее, самая большая причина Это воздействие на сердечно-сосудистую систему А вот, допустим, на систему, скажем, обмена веществ Очень сильно действует свинец Вот нетрудно найти такие вещи Вот, например, я нашел буклет Который на русском языке распространяет Мэрия города Манчестер в Британии Можете себе представить? Называется она «Защищите семью от свинца» Главная проблема со свинцом Это не этилированный бензин со свинцом Которым мы пользовались лет 20 и ранее назад Нет, это краска Краска, в состав которой входит свинец Вот это очень оказалась опасная вещь Вот раньше говорили, больше акцент был на азбест А сейчас выяснилось, что свинцовые белила В свое время столь популярные Не защищают дерево Очень хорошая краска, недорогая была И, оказывается, очень здорово влияют на здоровье Причем на здоровье в том числе нерожденных детей Потому что если свинцовыми белилами покрашен дом Там, где живет беременная женщина То очень большие шансы Что у ее ребенка будут серьезные проблемы со здоровьем И не обязательно с легкими Такая вот подкрашенная свинцовая пуля Можно сказать, в современном мире Вот это вообще интересная вещь Свинец, как мы помним, да Его используют для пуль Потому что он тяжелее По-моему, если мне память не изменяет Шесть с лишним раз Чем железо И таким образом Энергия у пули Мушкетный, винтовочный Она гораздо больше, чем Если бы это был какой-то другой материал Пробивная способность, да Гораздо выше Пробивная способность гораздо выше Да, я понимаю Вы понимаете, тут еще И с ним работать проще Свинцовую пулю можно, что называется Отливать на костре Допустим, с железом У вас такое не получится Поэтому этот металл практичный Для того, чтобы из него пули лить Ну и народ очень активно его использовал Очень много их стреляли Они падали в землю И вот дальше начинается очень интересный момент Что происходит со свинцовой пулей в Европе Которая падает в землю Она начинает окисляться Она начинает окисляться И ее растворимые соли свинца Попадают в землю Мы что-то там потом Войны заканчиваются Люди начинают пахать землю И вот эти вот соли свинца Остаются в продуктах питания Кроме этого, соли свинца Вымываются с дождями Стекают в реки И вот таким образом Они оказываются где? В ближайшем озере Или, например, в море Самое несчастное море у нас Это Балтик Ну, во-первых, водооборот С мировым океаном ничтожный Проливы-то маленькие Кто ездил из Дании в Швецию, помню А с другой стороны Ведь как раз на берегах Балтии Какие были войны И вот, надо же сказать Не просто на берегах А в бассейне Балтийского моря А бассейн Балтийского моря Это река Доугава Она начинается в возвышенности В России, да? И как раз течет там, где проходили битвы Где течет река Неман Где течет река Висла Все эти реки Относят Все вот эти вот соли И причем не только свинца Не забывайте про ртуть Вот Все это медь Соли и меди Все уходит в Балтийское море Сообщается, что в Балтику ежегодно До сих пор попадает Около 4 тысяч тонн меди Ну имеется ввиду В пересчете на медь 3 тысячи тонн свинца И 33 тонны ртуть Ртуть, кстати, была Не во что, а еще А в капсуле В детонат Вроде казалось Там доли грамма Но ведь были выстрелены Миллиарды патронов И все вот эти вот соединения Они все остались в земле И таким образом получается Что здесь мы живем И несем в себе Эхо минувших войн Всех за последние Три сотни лет И об этом как раз Идет разговор Потому что, например В той же самых шведские Есть источники Финские Немецкие Польские Тут сколько угодно Материалов о том Что нужно очень осторожно Относиться к старым рыбам Из Балтийского моря То есть, чем дольше рыба живет Тем она больше накапливает В себе вот этих самых солей Эти металлов Поэтому кушать Лучше всего рыбу молодую Которая, ну Не слишком-то, так скажем Зажилась Не слишком накопила Вот эту самую таблицу Менделеева в себе Мало того В некоторых странах Были даже рекомендации Например, не давать Вот такую вот Так скажем Престарелую рыбу Не давать ее на стол Беременным женщинам Например, финны Которые очень аккуратно Относятся к своему здоровью Ну, не все, конечно Но многие Они как раз вот говорили Что это очень-очень важно Нужно о себе помнить Но опять-таки Вся эта история Началась сравнительно недавно В 81-м году Когда были в Гамбурге Выловлены рыбы Которые жили себе В реке Эйба По-моему, в Эльбе Вот И у них было содержание Ртути Совершенно невообразимое Именно тогда Начали говорить о том Что нужно Проводить Обязательный контроль Качество рыбы Вот тем больше Чем старше рыба Тем к этому Нужно относиться Внимательно Но я хочу сказать Что не только Европа воевала И, во-первых Не только в Европе Сливали всякую гадость Стоит вспомнить Что была история В Японии Примерно в те же годы 30 лет назад Когда одна химическая компания Сливала свои ртути Содержащие отходы В местный залив Там были тоже печальные случаи В Китае Очень тяжелая ситуация И с воздухом И с водой И с продуктами питания Потому что там много говорили Что использовались Для изготовления посуды Материалы, которые Вообще нельзя было использовать Так что Сейчас вот как раз Почему ООН Трубит Во все Что называется Фанфары Это как раз Идет разговор о том Что Мы забываем Что Углекислый и газ Это все конечно Понятно Глобальное Потребление Но ведь мы забываем О том Что мы просто Элементарно Семьих Себя травим И причем Травим постоянно Даже не задумывая Скажите Константин Вот ситуация Если говорить Все таки Мы привязаны К экономике Все диктует Его величество Доллар Или евро Последние Не знаю Десятилетия Наверняка Экономически Так сложилось Что Вот эти вот Вредные производства Они Куда-то перевозились Где-то базировались Где-то в третьих странах В Африке Там не знаю В Китае Еще где-то на Филиппинах И так далее Это было выгодно Потому что Все таки Люди Власть имущие Деньгопридержащие Они понимали Что как-то Жить в том месте Где Ты производишь Какие-то ядовитые Не знаю Ядовитые вещи Наверняка плохо И поэтому Они как-то Все это переместили Что сейчас происходит Видимо В связи с тем Что В Америке Для экономического развития Пытаются перенести Все эти производства Обратно Из Китая Обратно в Америку Об этом говорит Дональд Трамп Чтобы были рабочие места И так далее Каким образом Тут Будет развиваться Ситуация А вот Это самый интересный вопрос Потому что Сейчас уже Допустим В странах Вообще В развивающемся мире Говорят о том Что Европа Соединенные Штаты Развитые страны Должны Со своим мусором Заниматься Разбираться Сами А то ведь Что получалось Получалась Вообще Такая Ложивая ситуация Да Когда говорили О том Что мы Вот здесь Будем Только Знаете Как у Роман Был У Герберта Уэллса Про машину Времени Да Когда человек Оказался В обществе Где были Такие Воздушные Элои Которые Только Музычкой Занимались Культуркой И все такими Приятными Вещами И очень Боялись Подходить К подземной Вентиляции Потому что Оттуда По ночам Выползали Марлоки Которые Обеспечивали Элоев Приятной Жизнью Но они же Этих Элоев И пожирали Потому что Есть нечего Было Так вот Тут очень Интересная Ситуация В Европах Хотят Говорить О том Что мы Будем жить Так хорошо А так Экологично Все замечательно В это же время Люди Из третьего Мира Говорят Вы живете Так замечательно Потому что Ваш мусор Везут Огромными Кораблями И сбрасывают У нас Вообще Африку превратили Я смотрел документальный Фильм про Гану Превратили просто В помойку И страшно Смотреть на то Как Дети Пытаются Из этих Компьютерных Плат Пытаются Выплавить Какие-то Дорогие Металлы Там золото Или платину И все это происходит Они этим всем дышат Этим пластиком Это все горит Они просто живут На помойке У них же там и дома Как-то устроены Прямо В этой помойке Они Из этого материала Из этих отбросов Они пытаются Еще и деньги Как-то заработать Там Конечно Все это выглядит Очень странно И очень страшно Если такое будет Происходить масштабно Я понимаю Что конечно Эти платы Электронные От старых компьютеров Были произведены Уж точно Не в Африке А как они туда попали Видимо Просто Это привезли На большущих кораблях Их привозят Кстати не так давно В прошлом году Был скандальный случай Когда из Соединенных Штатов Филиппины Пришло Большое судно С мусором И в конечном счете Там выяснилось Что никто Не собирается Этот мусор принимать И там Сами знаете Сейчас президент Весьма Мягко бы сказал Бы так Жесткий В общем Короче говоря Этот мусорник Развернули Обратно Соединенные Штаты Плаучи Что дальше С ним сделали Непонятно Но ведь это действительно Очень серьезный момент Дело все в том Что переработать Мусор-то можно И там Где его произвели Но понимаете Что тогда Условно говоря Наши компьютеры Наши мобильники Они все станут Гораздо дороже Мы здесь В развитых странах Будем говорить В Европе Вынуждены будем Условно говоря Свой мобильник Не выбрасывать В дальний ящик Кидать Потому что Батарейка села Да и новые Приложения Не тянут А придется Нести в мастерскую Чтобы заменить Там аккумулятор И придется Уже как в свое время Я помню Замечательно 20 лет назад Когда мы вели Переписку В почтовых ящиках Мы знали Что там место По-моему Всего лишь Для ста писем Вот тогда Пожалуйста Вычищайте Думайте о том Какого размера Вы постите Фотографию В социальных сетях Обрабатывайте Сжимайте Смотрите Маленькую Условно говоря Чтобы не больше 100 килобайт А желательно 50 Ну то есть Такой Крявой Такой приятной Жизни Как сейчас Не будет Если И опять Можно сказать Третий мир Уже не хочет Быть Помойкой И рабами Мира первого То есть И это очень интересно Когда люди Живущие В развитых странах Вот Хотят С одной стороны Жить очень хорошо И привычно А с другой стороны Говорят Что да Они поддерживают Движение Экологические движения В третьих странах Ну так Тогда нужно решить вопрос Вы готовы Резко сократить Своё потребление И то Что мы видим На фоне Сегодняшних Происходящих Событий В обществе В частности Эмиграцию Из Африки И тот же ИГИЛ Мне вообще кажется Что это результат Вот такой вот Экономической ситуации Потому что Те кто живут В странах Третьего мира И обслуживают Страны Первого мира Им эта ситуация Не нравится Им надоело И они пытаются Таким образом Бороться Неосознанно Пытаются Устраивать Мировую революцию И делают Это не с помощью Военных каких-то Действий А с помощью экспансии Той же Эмиграционной И мне кажется Что это вполне Закономерные процессы Потому что так Вечно продолжаться Не может И страны Третьего мира Рано или поздно Должны сказать Как-то хватит Ребята Делать из нас Помойку Что будет происходить В этом случае Будет ли Еще большая Сепарация Или как-то Все-таки Люди найдут Какой-то выход Из этого положения Ну вот смотрите Европейский союз Принял вот сейчас План очередной Семилетки В ЕС Семилетками меряют Как в свое время При Хрущеве Так вот Согласно Этого плана Там есть же Такой Серьезный раздел Который называется Зеленая сделка Грин Дил И согласно этому Вот В ближайшие Семь лет Мы уже должны Так скажем Перенацелиться На экологический Стиль жизни Надо сказать Что конечно В лоб никто не говорит Что ребята Вам придется Подзатянуть пояса Но по сути Дело это предполагается То есть Нужно будет Перенастроить Всю Экономическую Систему Но Это же никогда Не происходит Без потерь То есть Сейчас нужно Понимать Что Те люди Которые Сейчас Среднего возраста У которых Сейчас 50 У них могут Уже У них могут Возникнуть Серьезные проблемы С пенсиями В будущем Это тоже Очень серьезный вопрос Вопрос Здравоохранения Кстати Ковид Ведь показал Очень серьезную Проблему О том Что действительно Здравоохранение Как услуга Работает Только тогда Когда нету Никаких Серьезных Ударов А когда Есть какие-то Огромные Массовые Проблемы Вот типа Эпидемии Или вот как ООН говорит Проблемы С употреблением Отравленной Воздуха Воды И продуктов Питания То тогда Очевидно Здравоохранение Должно работать Очевидно Как такая Форма Структура Министерства Про чрезвычайным Ситуациям Как вы его не назовите Называлась Это когда Система Здравоохранения В Советском Союзе Она так и называлась В общем-то И она следила Это была не услуга Это была система Здравоохранения Она была государственная Может быть пора переходить Уже на такие Тоталитарные системы Когда Будет просчитываться Действия Всей этой системы Здравоохранения Будут из центра Просчитываться А не так Что это как будто бы Услуга Кто-то заплатил И эту услугу Оказали кому-то Что в этом смысле Тогда делать Что-то интересная вещь Можно вспомнить Как в свое время В том же самом Советском Союзе Конечно В основном Медицина Это была Государственная Что интересно Были частные Зубные врачи Они платили Налоги Ну по лицензии Платили налоги Все как положено Это были легальные врачи И даже говорилось Что мы ходим Зубы лечить К частник Знаете Как-то в то время Ходить на рынок Это было ходить За дорогими продуктами Не за дешевыми А за дорогими Вот Но качественными Так и тут Считалось Что частник Он сделает Зубы Замечательным образом Уколчик поставит И все такое прочее Но это не означало Что ты отказываешься От услуги Например Обыкновенного Там Врача Потому что Как бы Было то Что нужно делать Массовый На потоке А было что-то Такое Эксклюзивное Вполне возможно Что не нужно Забывать все Значит И Стоит Может быть Действительно Создавать Систему Действительно Обязательной Помощи Обязательного Сервиса Причем Обязательного Для всех В числе и для Производителей И какие-то Вещи Которые Люди Могут себе Позволить Так скажем Дополнительно В принципе Такое и есть В той же самой Европе Но Сейчас разговор Уже идет о том Что Необходимо Вот мы С чего начали Необходимо Обеспечить Качественные Продукты Питания Воздух Воду Людям В массе Потому что Когда Ты Обеспечиваешь Людям Чистую Воду Здоровую Пищу И чистый Воздух Резко Уменьшается Количество Заболеваний И спектр Этих Заболеваний Уменьшается Вот Поэтому Нужно Это Как-то Сделать Какие-то Как вы заметили Что Получается Очень Друнеприятная Штука При современной Нашей Индустрии Где-то Обязательно Должны Чадить Вонючие Трубы И вот Если раньше Люди Жили себе Где-нибудь В той Жигане На своем Мусорнике Гигантском Ну и жили Потому что Они другой Жизни Не знали То теперь Как бы У них Мобильники У них тоже Мобильники И они знают Что есть Страны Где живут Люди В чистом Воздухе Пьют Чудную Воду Вкусно Кушают И можно Не пахать По 16 Часов На мусоре Сиде И естественно Они Хотят Приехать Туда Где такая Чудесная Жизнь Так что Остановить Мы это Никак Не можем Какой выход Для того Чтобы обеспечить Все народонаселение Глобальный Гипотетически Хотя бы Существует Выход Из сложившейся Ситуации Куда Дальше Двигаться Будет Человечество Варианта Два Либо Будут Существовать Заповедники Для самых Обеспеченных Это Не обязательно Люди Можут Сказать Что Некоторые Будут Страны Да У них Все Будет Хорошо И будет Такая Здоровая Огромная Свалка До поры До времени Потому что Живем Мы в Одном Мире Есть Второй Вариант О том Что Все Таки Мы Должны Каким То Образом Уменьшить Своё Потребление Научиться Делиться С ближними Вот И уменьшить Свои Что называется Амбиции Понять Что жизнь Человека Это Не сплошной Фраг Вы предлагаете Константин Довольствоваться Малым По сути Да Вот Нет И есть Третий Вариант Но этих Людей Мало Это Фантасты Вот Между Между прочим Один из них Это Эллон Маск Знаменитый Вот Есть идея Все таки Которая Говорит о том Что Ребята Сколько Мы тратим Денег На оружие Может Все таки Как нибудь Соберемся И построим Заводы На орбите Вот уж Где действительно Или на той же Луне Недалеко Три дня Лететь Слушайте Поезд Из Москвы До Владивостока Едет Семь дней До Луны И назад Можно долететь Быстрее И вернуться Чем доехать Из Москвы До Владивостока На поезде Так что Так что Условно говоря Давайте будем Сотрудничать Вынесем Самое Весь Идет О том Чтобы Взять И вынести В космос Крадские фабрики Или например Мастерские По обжигу Этих самых Чашек Плошек Нет Просто есть Ядовитые Виды производства Которые По своей технологии Ядовитые Вот они и говорят Такие прогрессоры Давайте мы Это все Вытащим Туда Далеко Совсем Далеко Да Это приведет К тому Что Так скажем Кое-что Подорожает Но в конечном счете Ведь если мы Сейчас делаем Робот В конечном счете Там Не нужно Чтобы там Работали Как на земле Сотни тысяч Человек Может быть Можно обойтись Из них То есть Есть идея Что технологии Могут помочь Нам решить Эту проблему Технологии Но К сожалению Из всех технологий Которые нам нужны Есть технологии Которые Априори Они Токсичны Нам для многих Вещей Нужна ртуть А ртуть Она ядовитая Ну что Сделаешь Ядовитая Она такая Вот Как ни крути Поэтому с ртутью Лучше где-нибудь Работать Чтобы Так скажем Ну Не портила Она нам жизнь Поэтому Конечно Вот Три направления Вот Как Лежит камень Как в сказке Направо Прямо И налево Три пути Других вариантов Это Так скажем Копинки Если честно Я не слышал На проекте Перенести Все Тяжелое Производство Или вредное Производство На орбиту Но этот проект Очень привлекательный Хотя выглядит он Сейчас Или Слушается он Как Сюжет Из фантастического Кино Но рано или поздно Но я могу сказать Что Об этом Говорили Еще в 60-е годы Когда Как-то Вот это Была Космическая Гонка И естественно Что тут же Возникли идеи О том Что как Можно Космические Полеты Приспособить Так скажем К практическим Нужным Но в то время Люди Действительно Как хорошо Сказал Эдвин Олдрин Второй человек Который Прилетел На Луну Он говорит Нам обещали Полеты на Марс Города на Луне А в результате Этого Вручили Машинку Которая нам Показывает Мультики Вот Имея ввиду Все вот эти Социальные сети Ну примерно так То есть это Действительно Вот с моей точки зрения Человека Которому 60 лет Который очень хорошо Помнит вот это Водоушевление Которое было 50 лет тому Назад Вязанное С космическими Полетами Я до сих пор Помню В каком восторге Были люди Когда В Советском Союзе Когда Взлетел В космос 12 апреля Американский Шаттл Потому что До этого Это были капсулы Которые Забрасывали В космос А тут В космос Вылетел Вот огромный Космический Аппарат Который Еще Сам и Вернулся Это было Что-то Невообразимое Масса эмоций А потом Правда Выяснилось Что да Это очень Дорого И выяснилось Что для него Работы-то Толком Нету Для такой Большой Машины То есть Машину Сделать Смогли Космическую А Что Выбрасывать В космос Как-то Вот тогда Не Сообразили Сейчас Начинают Об этом Думать Снова Уже Что Может быть Это Может быть Как-то Надо Но вот Одна из Идей Это Заключается Именно В том Чтобы Создать Там Новую Энергетику Ведь Если Вынести В космос Солнечные Батареи Они Будут На 40% Более Эффективны Чем На земле Вот Одновременно Выточить И С другой Стороны Вот Как раз Они Могли Обеспечить Энергией Вот Эти Самые Космические Заводы Но Опять Так Подумайте Сколько Мы Тратим Денег И причем Самое Интересное Создавая Оружие Особенно Самое Мощное Мы же Все Надеемся Что Никогда Не Будет Оно Запускаться Вот Интересно Да Это Такой Парадокс Очень Странный Нонсенс В котором Мы Живем Уже Не Одно Десятилетие И Политики Говорят Что Именно Это Сохраняет Мир На нашей Планете Если Бы Не Было Когда Говорят О том Что Какая Одна Один И Потом Говорят Сколько Стоит Полет На Луну Получается Что Как То В общем То Вещи Эквивалентны Я Думаю Что Очень Интересно Куда Китай Придет Поскольку В Китае Где Так Скажем Сейчас Как Раз Вот Этот Период Осознания Себя Как Одного Из Мировых Лидеров Они Как Раз Именно Имеют Эту Интенцию Добиться Чего-то В том Числе И В Космос Они Не Уверен Что Они Там И Челноки Запустят И На Луну Кого-то Запустят Просто Для Того Чтобы Показать Движение Вперед Это Очень Важно С Их Точки Зрения А Конечно Другой Вариант Это Жить По Принципу Чистенько Но Бедненько Он Тоже Как Б Теоретически Возможен Но Практика Проказывает Что После Первого Поколения Энтузиаст Обязательно Появятся Те люди Которые Захотят Прибрать Своим Рукам Побольше Жить Повкуснее И Спать Посладше И На Опте Двадцатого Века Чем Это Все Заканчивается Да Человеческую Сущность Пожалуй Изменить Не Удастся Еще В ближайшие Не знаю Там Много Лет Поэтому Так или иначе Человек Будет Стремиться Потреблять Собственно Вот То самое Общество Потребления В котором Мы сейчас Находимся Мы как раз Видим Результаты А результаты Они Плачевные Собственно О чем нам Константин Рангс Рассказывает Каким образом Будем из этой ситуации Выходить Я хочу сказать Что глядя на пример Который сейчас Мы видим И в Европе И в США И в других Развитых странах Играет очень большое Значение Активность Общества Которое Выступает Против Пользования Грязных Технологий Мне кажется Что Вот это Тоже Очень важный Момент И надо Поддерживать Такие Действия Ну вот смотрите Экономика в Латвии В какой-то момент Ну после перестройки После 90-х Она как-то Сократилась Очень резко И Сегодня говорят Что экология В результате Как-то улучшилась И гораздо улучшилась И в частности Если говорить о Латгалии То туда даже Приезжают Специально Из Европы Для того Чтобы насладиться Чистым воздухом Экологически чистой Водой И так далее Это произошло Буквально там За каких-то 10-12 лет Экология Быстро Пусть платят Пусть платят Чистая экология Означает о том Что у людей Здесь нету работы Вот поэтому За то Что они приезжают Богатенькие Буратино Подышать свежим воздухом И половить рыбку Они должны платить И они должны понимать Это Пропаганда Жизни в чистом мире Это не может быть Дешевым удовольствием В наше время При населении 8 миллиардов человек Поэтому надо платить Ну что ж Спасибо Константин Иранск У нас сегодня Морской геолог Журналист Пишущий о науке Сегодня мы говорили В программе С названием Климат-контроль О том Каким образом И какие перспективы У человечества У Земли В целом И когда мы Уже будем Видеть производство На Луне Каких-то Вредных И тяжелых Каких-то Отраслей Ну Хотелось бы пожелать Чтобы в ближайшее время Что-то подобное Произошло Потому что Все мы живем В одном доме Планета действительно Наш общий дом Ну и Чистого воздуха Чистых мыслей Чистого эфира Хотелось бы пожелать Всем нашим Родиослушателям Сегодня В пятницу Мы прощаемся С Константином Константин Всего доброго До следующей пятницы Спасибо за содержательную беседу